Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, и я с удовольствием продолжаю серию видео о великих чемпионах мира по шахматам. Видеообзор номер 5, и сегодня мы говорим о пятом чемпионе мира по шахматам голландцы Макси Эйви. Макс Эйви, так же как и второй чемпион мира по шахматам Эммануил Ласкер, был очень разносторонним человеком. И математик, и механик, и астроном, и специалист по ЭВМ, а в 1970 году он стал президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ. Макс Эйви стал пятым чемпионом мира по шахматам и пробыл на шахматном троне всего два года, неожиданно для многих, обыграв в 1935 году четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина. Ну, как известно, можно случайно проиграть, но случайно выиграть невозможно. Эйви первым продемонстрировал важность всесторонней подготовки. Специально для матча 1935 года он подготовил дебютный репертуар и нивелировал преимущества чемпиона мира. Ну, и в конце, в драматичном матче, в конце этого поединка, несмотря на то, что он уступал по ходу борьбы, он смог склонить чашу весов в свою сторону и стал пятым шахматным королем. Уступил он это звание тому же Алехину в матч-реванше 1937 года два года спустя. Как отмечает Гарри Каспаров в своей замечательной серии книг «Мои великие предшественники», в свои лучшие годы Эйви много и плодотворно работал над шахматами, но самой сильной стороной творчества Эйви было прекрасное комбинационное зрение. И сегодня мы убедимся в этом, разбирая одну из самых ярких атак в карьере Макса Эйви, который он провел уже в достаточно почтенном возрасте, 52-х лет, играя в турнире претендентов 1953 года в Цюрихе. Итак, белыми играет Макс Эйви, черными играет Мигель Найдерф. Начинаем разбор этой партии с достаточно ранней стадии, с девятого хода, чтобы посмотреть, как атака готовилась. Хочу также напомнить любителям шахмат, что для нашего канала Ческом.ру какое-то время назад Владимир Добров сделал отличный обзор с пятью лучшими ходами в карьере Макса Эйви. Вы с ним можете познакомиться и посмотреть. Ну, а сейчас внимание на доску. Девятый ход белых, и Макс Эйви ходит Д6. Ход достаточно стандартный, когда черные не торопятся с ходом Д6, белые сами идут вперед этой пешкой, не только открывая белопольного слона, но и блокируя ферзевый фланг черных и затрудняя развитие прежде всего этому белопольному слону. Конь С6 играют черные. Е3, Б6. И здесь очень интересный ход. Слон Д5. Вся партия белых, все их действия направлены на атаку на короля. Король Х8, так как ферзь бьет Д6, естественно, было невозможно ввиду взятия на Ф7 и выигрыша материала. Король Х8, после этого ферзь Д6 уже угрожает, поэтому белые ходят конь Е4, нападая на ферзя и защищая пешку. Ферзь Д8, Х4, подготавливая свой следующий ход, так как черные намерены сыграть Ф5. Они этот ход и делают, и, конечно, все действия белых, как я уже сказала, нацелены на игру на короля, и отступать назад они не собираются. Конь Ж5 делается ход, и выясняется, что ладья на Х1, которая задержалась на этом поле, белые решили не делать рокировку, в этой партии повременили с этим ходом. Но сейчас очень помогает эта ладья с линии АЖ, АЖ черным играть невыгодно ввиду АЖ и у черных большие проблемы. В партии черные сделали ход слон Б7, и белые продолжили, продолжили атаковать. Отмечу, что выигрыш качества здесь был бы неуместен. Терять время в этой партии белые не могут себе позволить, так как не развились, играют на атаку, и качество оказывается недостаточным материалом, чтобы отвлекаться на него. Конь Б4, ладья АЖ2, ферзь Ф6, после примерно такого варианта черные могли бы получить очень серьезный перевес. Поэтому Макс Эйви не отвлекается, а идет вперед, Ж4. Цель белых ясна, король. Король пока спрятан за забором из черных пешек, поэтому этот забор надо как-то вскрыть. Кажется, что это не так просто будет сделать, но белые находят такую возможность в этой партии. Е4 ходят черные, открывая чернопольного слона и вроде бы ограничивая коня белых Ж1, но проблема этого хода в том, что после хода Е4 ослабляется поле Ф4, которое также замечательной стоянкой для коня является. И с поля Ф4 белый конь нападает на пешку Ж6. Конь Е2 следует ход, слон Б2, конь Ф4. И возникает очень интересная позиция, которую можно долго анализировать, чтобы понять, могут ли черные отбить атаку белых. В партии это им не удалось сделать. На Ж здесь можно было попробовать сделать этот ход, но тут, наверное, белые побили бы на Ж6, затем побили бы на Ф8. И потом пешки уже выдвинулись, так или иначе взяли бы пешку на Ж5, пешку на Ф5, и король бы оставался в очень открытом положении. В случае слон Б1 могло последовать ЖФ. С идеей на слон С3, король Ф1, ладья Ф5, конь Ж6, пробраться к королю. И смотрите, какая интересная позиция возникает после король Ж7, конь Е4. У белых не хватает чистой ладьи. Казалось бы, их король тоже достаточно расположен неуютно. Но, тем не менее, вскрыта линия Ж, и белые фигуры готовы замотовать короля черных. Чтобы отбить атаку, черным приходится отдавать много материала, как-то отвлекая белые фигуры. Но и тут, и тут король черных Ф7, возможно, Ф5, можно продолжать атаку. И тут король черных не знает покоя. Если попытаться защититься как-то еще после конь Ж6, после слона А1, ЖФ, слон С3, король Ф1, вот в этой позиции, например, сделать ход Х5, белые просто отступают конем, открывают линию Ж для ладьи, и затем ладья врывается с очень страшным эффектом на Ж5. В партии последовал Ф6, в партии черные попытались укрепить королевский фланг, пока не съедая на А1, но ЖФ. ЖФ последовал ход, и выясняется, что на ЖФ в распоряжении белых есть очень неочевидный и сильный ход Ф5, с тем, чтобы на слон А1 сыграть конь Ж6 и сыграть ладья Ж1. На Ф6 последует конь Е6 с матом, ну а что делать, если не Ф6? Как ходить и как защищаться? Не так просто на этот вопрос найти ответ. В партии черные решили, что сейчас уже настало время, чтобы побить ладью, пошли слон А1, но белые только этого и ждали. Конь Ж6, король Ж7, и вот здесь вот они сделали неточность, небольшую помарку, которая могла изменить результат этой партии немного. Конь Ф4, либо ладья Ж1, было бы более идейно и последовательно. Конь бьет Е4, однако сделан был ход. Вот слон С3, шах, король Ф1, ферзь Ф5, и вот наконец-то, наконец-то конь Ф4. Белые все-таки пошли и открыли линию Ж. Король Х8. Сложно какие-то еще ходы предложить. Очень сильная угроза. Конь Ж3 и ферзь Ж4, поэтому король Х8 кажется достаточно логичным продолжением. Да, приходится отдавать слона, но мат старше. Конь бьет С3, и здесь черные не справились. Опять же, вопрос, насколько возможно было здесь справиться с инициативой белых, ответить сложно. Наверное, надо было попытаться разменять белопольного слона. И вот в этой позиции надеяться, что материал окажется важнее, чем неустойчивое и открытое положение короля. Но, безусловно, у белых очень сильная компенсация. Ладья Ж1, конь Ж6, ферзь А1. Много очень угроз черному королю. И белые атакуют, продолжают атаковать. В партии же черные пошли ладья Е8, подвели ладью в центр. Но здесь неугомонный конь белых продолжает скакать. Совершает круги почета. Конь СЕ2 заходит на второй круг. Конь, очень сильная угроза, конь Ж3. В партии был сделан ход ладья Ж8. Последовало АЖ5. Еще и стоянку для коня с Ф4 белые готовят. Ладья Ж5, конь Ж3. Ладья бьет Ж3, ФЖ. Ладья Е3. Кажется, материала стало поровну. Но, опять же, король черных слабее, чем король белых. Хотя визуально может так не показаться. Король Ф2, ладья Е8 и ладья Е1. Меняют активную ладью, защитницу черного короля белые. И здесь выясняется, что, например, на конь Е5 последует ферзь бьет Е5 с вилкой на Ж6. И получается, что черные не могут перекрыть линию Е, не могут воспрепятствовать проникновению ферзя на Е8. А после хода ферзь Е8 до короля уже совсем рукой подать. Еще несколько шахов черные дали. Но тут вот конь на Ф4, который ранее выполнял функцию фигуры, которая атакует, сейчас замечательно переключается на защиту. И после конь Ж2 шахи закончились, а ферзь Ж8, шах продолжает угрожать. Ферзь Ф5, ферзь Ж8, король Ф6, ферзь Х8, король Ж5, ферзь Ж7. И ввиду неизбежного мата, например, король Ф7, слон Ф7, ферзь бьет Ф7, и здесь, например, Ж4, мат в один ход, черные сдались. Головоломная партия. Сложно поверить в то, что атака белых, когда они ее только начинали ходами слон Д5, конь Е4, А4, Ж4 будет успешной. Но в партии черным не удалось показать, как же отбивать такую атаку. Сильное впечатление оставляет партия. Я надеюсь, вам она понравилась. Прощаюсь совсем ненадолго. До скорых встреч. Не болейте. Играйте в шахматы. Сегодня мы говорили о пятом чемпионе мира по шахматам Макси Эйви.